...саперов. В Донбассе в субботу поздно вечером прошел новый раунд обмена пленными. Первый с момента переговоров нормандской четверки в Минске. Ополченцы отдали украинской стороне более сотни силовиков. В ДНР и ЛНР вернулись 52 человека. Как и в прошлый раз, посредником и гарантом выступил Виктор Медведчук, лидер движения «Украинский выбор». За ходом операции наблюдал наш корреспондент Александр Евстигнеев. Мамуль, я жив-здоров. Мам, 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 мне плачь, все хорошо. Всем скажи, я жив-здоров. Его голос дома не слышали ровно месяц, не знали о нем ничего. Все это время Виталий был в плену у украинских военных. Раненый, но живой. Мам, все, нас поменяли, меня поменяли, все хорошо. Раненых обе стороны отпускают первыми. Среди ополченцев таких двое. Виталий и вот, Сергей. Горел в танке. Взрыв, темнота, плен. Я уже в ДНР. Луганский. Сергей Иванович. Ты в Луганске? Луганский. В Луганске? Да. Долгая дорога домой. Две колонны из Донецка и из Луганска. Украинских пленных везут в крошечный поселок Жилобок. До сопредельной территории всего пара километров. Автобусы здесь проехать не смогут без дорожья, поэтому пленных украинских военнослужащих пересадили вот в грузовые автомобили, вот в этом Урале, который едет впереди нас, первые 20 человек. Высаживают машина, идет за новой партией, они стоят молча. Можно только представить, как мучительно для них сейчас тянутся минуты. Вы думали о том, что происходило вот в последние дни? Ваше отношение к этой войне, к тому, что происходит вообще, как-то поменялось? Надо мир. Надо мир, мир, чтоб был. Война ничего никогда не решает. Все эти люди сами сложили оружие неделю назад, когда поняли, что это их единственный шанс выйти из дебальцевского котла живыми. Вот съемки, так называемый батальон территориальной самообороны Кривбас, Мариуполь, сдается в плен. Пленных доставили в военную комендатуру Луганска. Они наконец-то согрелись, отмылись, выспались. Их выпускали подышать свежим воздухом, кто желает. Нормально кормили. Свою отдадим, что мы получаем, свое отдадим. Всех на всех. Обмен состоится на нейтральной полосе. Сначала должны встретиться представители обеих сторон. Подтвердить договоренности в силе. Первыми идут саперы, осматривают дорогу визуально. А вот там, видно, боец со служебной собакой. Кстати, освещать путь просят телеоператоров на камерным светом. И вот, видно, наш сопровождающий подавал сигналы фонарем, что мы приближаемся к украинской стороне. Два километра пешком по любой технике здесь стреляют. Наконец, ответный огонек фонаря. Сколько в вашем списке с этой стороны вы знаем, что нет? 16 и 36 по Донецку. 52 со стороны Украины. На сегодняшний день все, кто есть у нас. Донецк отдаст 36 пленных, Луганск – 103. Итого 139 украинских военнослужащих. Первыми приводят пленных ополченцев. Последние минуты ожидания. Все позади? Да, надеюсь. С каким вообще чувством возвращаетесь? Вас от дома отделяется буквально несколько километров. Ну, конечно, с радостным. Возвращение сюда домой хорошо. А это уже украинские военнослужащие. Как возвращаться? Привет? Да. Назад придется сюда. Безкоментарий. Прежде чем забрать своих, обе стороны проводят перекличку. Сверяют реальное количество пленных со списками. Совпадает. Витюк. Я. Синкевич. Я. Дывок. И вот момент, которого все эти люди ждали сутками, неделями, месяцами. Теперь уже бывшие пленные расходятся в разные стороны. Домой. Уже здесь выясняется, что этот мужчина жестоко избит. Не может говорить. Язык, зубы на месте? Просто очень болит, да? Есть. То есть это потому, что вас били? Скажу. Гербин. Да. Ополченцам выдали и Андрея Захарченко. Журналист из Петербурга с украинским гражданством. Приехал на Украину в командировку. Но его задержала служба госбезопасности. Якобы за то, что неправильно освещал события. По пути к машинам уже на своей территории ополченцы выдыхают и начинают говорить, каково им было в украинском плену. Меня положили в палату с гражданскими. Ну, за счет их и выжил. То есть кормил они больницы, а сами пациенты, люди обычные? Вот, допустим, да, мужчина, жена приходит утром, она ему тормозок несет и мне. Вот так и выживал. Хотя обмен пленными проходил по формуле всех на всех, стороны сразу же договорились. В следующий раз операцию будут проводить на территории Донецкой области. Для этой группы ополченцев все закончилось. Вот первые бывшие военно-пленные грузятся в машину для того, чтобы возвращаться домой. Сколько человек сейчас осталось на украинской стороне в плену, точно.